сегодня мы проведем мастер-класс по изготовлению славянской куклы скрутки неразлучники начинаем с изготовлением руки у этой куклы одна общая рука для этого мы берем палочку размером 28-30 сантиметров и оборачиваем ее белую ткань размером которую чуть больше длины палочки шириной где-то 14 сантиметров раньше делали эти куклы не применяя ни ниток ни иголок ни ножниц ткани рвали поэтому эти куклы назывались еще рванкой начнем начнем с паренька с его брючек берем ткани и делаем скруточку сворачиваем равномерно чтобы наши ножки были ровными и одеваем ее на ручку фиксируем мисточкой ваше 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 конечно а что Берем синтепон, делаем небольшой шарик, подкладываем его в ткань, вязываем нерточкой, формируем шею и одеваем туловище девушки делаем аналогично мальчику, у этой куклы одна рука, такую куклу делали на свадьбе молодые, делали обычно родители, жениха и невесты, это своего рода символ верности и любви, верности молодых друг другу, символ того, что муж и жена живут душа в душу, идут рука об руку, и в беде, и в радости. Когда семья пополнялась новорожденными, круги соединяющих родителей между отцом и матерью подвешивали нитями кукол деток, чем больше их появлялось, тем крепче по славянскому нормам становилась семья. Переходим к наряду. В одежде парня и девушки, как принято, какие-то элементы должны быть одинаковые в одежде. Для того, чтобы сделать рубашку, для мальчика мы берем ткань, складываем ее горизонтально пополам и пополам вертикально. Потом вырезаем рукава, одеваем нашу рубаху, подвязываем ее тесенкой, теперь вырезаем кружочки и обвязываем наши ножки, формируем лапти, теперь делаем шапочку нашему мальчику, берем ткань, скручиваем ее, складываем пополам, оборачиваем вокруг головы, складываем и обвязываем ее тесенкой. Наш мальчик приодет. Надели мальчиком, аналогичным образом вырезаем рубаху нашей девушки, обвязываем поясочек тесемочкой, мальчиком, аналогичным образом вырезаем одеваем. Одеваем. на голову мы одеваем тесемочку, обвязываем. а сверху мы одеваем платочек. обвязываем голову платочком и получилась кукла-неразлучники. эта кукла уже несет в себе изначально символ любви, верности, преданности мужа и жене друг другу и дарится с пожеланиями и в беде и в радости идти рука об руку. на голову мы одеваем платочек. на голову мы одеваем платочек. на голову мы одеваем платочек. во-первых.